МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень продолжается, и сладенькие яблочки требуют сушки. Чем сейчас я и займусь. Но сначала их надо собрать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые любители моих небольших роликов о эволюции! Сегодня очередной выпуск сериальной передачи «Эволюция сегодня». Мы будем рассматривать очень интересный вопрос, который называется, можно объединить общим названием, эмбрионизация сознания. Ну, все взрослые люди, особенно пожилые, особенно пенсионеры, они страшно ругаются, что молодёжь не так, конечно. Ну, совсем не так. С чем это связано? Связано с тем, что, конечно, меняются представления о мире, сам мир меняется, и старики часто не догоняют. Поэтому возникают такие конфликты. На самом деле есть и объективные процессы, которые продолжаются непрерывно. То есть эволюционный процесс идёт полным ходом. И в этом отношении, конечно, как вы понимаете, ничего никуда не девается. Всё продолжается, как раньше. Мы с вами знаем о том, что процесс эволюции гоминид, ну, то есть нас с вами, он довольно затейливый и идёт очень интересным способом. У нас соматическая эволюция идёт сама по себе, а вот эволюция церебральная, то есть головного мозга, она, так сказать, идёт по своим законам. И не очень-то слушается тело. Это приводит к очень парадоксальной вилке, которая была замечена не мной, а, я бы сказал, столетия, даже больше, чем столетия назад. В чём же дело? Дело в том, что постепенно возраст созревания сознания, ну, когда человеку можно доверить других людей, самое главное, он постепенно повышается. Ну, если вы помните историю, ну, и этих самых псевдореволюционеров-декабристов, как вы помните, большинство из них вообще по сегодняшнему в тинейджерном возрасте участвовали в Наполеоновской войне, ну, когда было нашествие европейцев. То есть когда европейцы очередной раз за столетие собрались все вместе и пришли в Россию, чтобы получить по заднице очередной раз. Сейчас они, по-моему, тоже у них опять зачесалось. Так вот, им было всем там 16-17 лет. Они командовали, там, если не отрядами, то всё-таки достаточно такими заметными группами людей. А потом они стали декабристами, насмотревшись этого всякого псевдо... насмотревшись псевдо-свободы в Европе. Кстати говоря, там не только дворяне, но и 30 тысяч простых смертных не вернулось назад, сохранилось. Но это обращайтесь к историке, они вам достоверней и подробнее расскажут. Так вот, дело-то в чём, что постепенно с тех далёких времён у нас произошли всякие изменения. То есть возраст становился всё больше. И постепенно уже стало казаться, что и 18 лет – это маловато. То есть надо, чтобы постарше был. Ну почему? Потому что доверить ничего нельзя. Дают, доверяют людей какому-нибудь молокососу, а он их там, если не губит прям напрямую, то уж не способствует их самореализации, мягко говоря. Поэтому постепенно в европейских странах и в Америке стали рассматривать вопрос увеличения продолжительности, так сказать, глубокого детства. Ну и сейчас там в университетах 30-летние слабоумные милашки разгуливают под видом студентов, хотя им уже седина в бороду уже давно пошла. То есть их уже пора как-то использовать. У нас то же самое. Ну поэтому грузовиков, грузовики не водят. Как вы знаете, 21-го года в США. Это строго. Потому что понимание, физически-то он баранку крутить может, а понимание того, как надо себя вести, ещё, мягко говоря, нет. Ну в некоторых, особенно развитых странах, им и в 18 лет дают автомат Калашникова и разрешают пулять во все стороны. То есть, иначе говоря, если ответственно относиться к развитию, то у нас происходит очень странное явление. Оно называется в биологии педоморфозом. Или не атыния. Ну, одного зверика вы точно должны знать. Это аксолотль, которых часто держат в аквариуме. Такой тритон с лапками, с хвостиком и с наружными жабрами красивыми. Иногда белый, когда альбинос, жабры вообще розовенькие от крови. Очень красиво. Вот эти вот животные могут не только жить, так сказать, на стадии личинки в аквариуме, но и на этой же стадии отлично размножаться. Вот примерно к этому стремится наше бодрое человечество. Молодёжь, особенно хорошо откормленная родителями, начинает всё больше и больше стремиться к раннему репродуктивному успеху. Но не в том смысле, чтобы завести семью, взять ипотеку и начать платить государству очередные барыши. Ну, или частным лицам, которые его представляют. Нет. А в том смысле, что они уже имеют половую зрелость, все разрешения, но при этом мозг их ещё будет зреть почти 12 лет. Мы знаем, что окончательное завершение морфогенеза мозга такой интенсивный заканчивается к 27-30 годам. То есть вот это удлинение созревания мозга можно назвать таким педоморфозом сознания. И поэтому всё время приходится обдумывать, как бы удлинить законодательно доступ вот этих вот незрелых мозгов к важным и ответственным государственным делам. Ну, собственно говоря, во некоторых странах это происходит. То есть дело в том, что сталкиваются сразу два вопроса. С одной стороны, молодой, уже может размножаться. Отлично. С точки зрения лавочников, они у нас очень сильно поруливают. Значит, он вполне может брать кредиты, размножаться, ипотеку и прочее. И чем раньше, тем лучше. То есть его можно высасывать ресурсы, оставляя его работать. Неплохой подход. И поэтому лавочники стремятся всеми силами, так сказать, придать незрелому мозгу вид зрелого. То есть разрешить делать, собственно говоря, с незрелыми мозгами то, что со зрелыми. Тогда у них просто доход будет больше. Ну, это понятно. То есть это огромная движущая сила вот этого самого педоморфоза. Когда разрыв между созреванием тела и созреванием сознания гигантский. Ну, понятно, что дураков проще обирать, поэтому, в общем, лавочники и стремятся развивать, говорить о том, что вот видите, молодые люди уже ответственные, зрелые. Давайте им надаем кредитов, а потом будем эти кредиты возвращать через их родителей. Ну, понятно, да. То есть необходимо повышение возраста социальной ответственности, когда зрелость мозга соответствует состоянию тела. А поскольку тело существенно опережает, эволюционируя независимо, существенно опережает созревание мозгов, у нас возникают всякие проблемы. И ничего не помогает. Поэтому, уважаемые слушатели, хотелось бы, чтобы вы задумались об этом процессе. При этом абсолютно бесполезно прилагать колоссальные усилия по омоложению всяких незрелых талантов. Попытка молодых и незрелых это не игра на скрипочке. Это несколько иное. Когда человек начинает думать, он может решать очень серьезные проблемы. Физкультурные навыки тут и, скажем так, техническое обучение некоторым простейшим навыкам, ну, например, нотной грамоте, оно не исчерпывается половым созреванием. Оно продолжается намного дольше. Таким образом, у нас в науку, в том числе на Западе, у нас приходят очень, мягко говоря, незрелые таланты. Но вы знаете предложения, с которыми выходят цифровики, у которых денег и власти уже довольно много, а как бы понимание того, чего делать, как бы не очень есть. То есть, налицо разница в созревании мозга. И тут попахивает, как вы знаете, некоторые такие модные слова говорят, как цифровой концлагерь. Ну, понятно, это самый простой способ для незрелого мозга навести порядок. Сами понимаете. Поэтому то, что мы видим, это на самом деле педоморфоз сознания. С одной стороны, это плохо, потому что человек очень долгое время не отвечает за свои как бы поступки. А с другой стороны, мне тут же скажут злые ретрограды, а давайте их просто драть на площади. Ну, давайте драть. Но не очень поможет, потому что, как известно, выдранные просто становятся хитрее и подлее, но не умнее. Поэтому совет такой не пройдёт. но обратить внимание на том, что для церебрального сортинга разумных людей 18-летние не годятся. Им ещё очень долго до кончания созревания головного мозга. Но запас времени есть, зато они в случае ошибки профессии ещё что-то могут переучиться. И там есть, так сказать, куда это ещё закладывать. То есть, мозги не полностью использованы, и поэтому люди, поддавшись первому впечатлению при выборе профессии, если вовремя опомнятся, могут ещё что-то с собой сделать. Ну, в том смысле, что сменить профессию получить с очень большим трудом, конечно, но, тем не менее, те профессиональные навыки, которые им понадобятся в дальнейшей жизни, и которые будут для них более важными. То есть, поэтому нужно что делать? Учить детей не размножаться и брать ипотеку, а думать, думать и только потом поступать. Потому что думать потом, как сейчас это происходит, и поощряется, всегда поздно. Как в старом анекдоте, когда мужик приходит, у него несчастье, займы, горе, и он говорит, ему говорит, ну, что ж вы делали, как вот вы, вы бы посоветовались с домашними, своей супругой, он говорит, да, конечно, если бы я был таким же умным, как моя жена потом, я бы этих ошибок не совершал. Поэтому постарайтесь учитывать разницу в созревании тела и мозга для того, чтобы не совершать вот таких смешных ошибок, ценой которой становится человеческая жизнь. на этом я с вами прощаюсь и надеюсь, что новая Государственная Дума хоть чуть-чуть подумает о том, что надо развивать не тело, а мозг подрастающего поколения. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok